Духа. Аминь. Святого Отца нашего, Иоанна Златоустова. Слово к верующему Отцу. Продолжение. Итак, имея столько примеров, будем приготовлять Богу доблестных служителей-исполнителей. Если тот, кто воспитывает борцов для городов или обучает воинов для царей удостаивается великой в чести, то какой дар можем получить мы, воспитывая для Бога столь доблестных и великих мужей, или лучше сказать, ангелов? Будем же делать все, чтобы оставить им богатство благочестия, которое пребывает постоянно, сопровождает нас при отшествии отсюда и может принести величайшую пользу не только здесь, но и там. Богатство житейское не перейдет туда вместе с людьми, но еще и здесь погибает прежде их, а часто губит вместе и владеющих им. Кто богатство и здесь, и там пребудет прочным, и стяжавших его сохранит в великой безопасности. Действительно так. Кто предпочитает земное духовному, тот лишится и того, и другого. А кто стремится к небесному, тот непременно получит и земное. Это не мои слова, но самого Господа, имеющего подать эти блага. «Ищите же, — говорит он, — прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6, 33. Что может сравниться с этой честью? «Заботься, — говорит он, — о духовном, а все твое предостать мне». Подобно тому, как если бы чудолюбивый отец принимал на себя попечение о доме, управление злугами и всем прочим, а сыну советовал заниматься одним только любомудрием. Так точно поступает и Бог. Будем же послушны, станем искать Царствие Божие, тогда и детей увидим везде почтенными, и сами прославимся с ними. Будем наслаждаться настоящими благами, если только возлюбим будущее небесное. Это доставит вам, когда послушаетесь, великую награду о противящемся непослушным тягчайшее наказание. Потому что нельзя оправдываться и говорить, никто нас не учил этому. Такое оправдание еще прежде наших слов уже опровергнуто, так как и наша природа имеет способность точно отличать хорошее от нехорошего. И наше любомудрие предлагается повсюду, и случающиеся в жизни бедствия достаточно сильны, чтобы изгонять пустыню даже из сильно привязанных к миру. Так, если бы мы и молчали, как я сказал, оправдание уже опровергнуто. И тем более теперь, после этого продолжительного рассуждения, после такого вразумления, предполагаемого как из опыта, так еще и из Божественного Писания. Даже если бы дети, оставаясь дома, не совсем развратились, но получили спасение только на последнем месте, и тогда мы, родители, не избегли бы наказания за то, что воспрепятствовали их желанию вести жизнь более строгую и удержали при житейских делах тех, которые стремились к небу. Но если это оказывается невозможным, а напротив неизбежно предстоит им погибнуть и угрожает крайняя опасность, то какое будем мы иметь извинения, какое оправдание, навлекши на себя тягчайшую ответственность, не только за свои грехи, но и за последующие грехи детей. Не столько они, я думаю, будут наказаны за то, в чем погрешат после того, как были увлечены в эти волны мирской жизни, сколько вы поставившие их в такую крайность. Подлинно, если соблазнившим одного лучше было бы жерновным камнем быть потоплены в море, то какое наказание и мучение будет достаточно для тех, которые оказывают такую жестокость и недоброжелательство к своим детям? Почему? Прошу прекратить состязание и быть отцами любомудрых детей. Нельзя же говорить и того, и от того, чем многие, как я слышу, отговариваются. Кто же это такое? Мы знали, говорят они, что не могут дойти до конца, поэтому и остановили их. Но если бы ты даже ясно предвидел это, если бы это не было только догадкой, ибо устояли многие из тех, о ком думали, что они падут, если бы, говорю, ты подлинно предузнал это, и тогда тебе не следовало бы отвлекать сына. Если бы мы, например, стали подставлять ногу тому, кто уже готов упасть, то этого не поставили бы нам в оправдание. Напротив, это именно более всего и послужило бы к нашему осуждению. Почему ты не дал падению совершиться по собственной беспечности человека, но предвосхитил этот грех и всю вину привлек на свою голову? А лучше сказать, не следовало тебе и допускать этого. Почему ты не употребил все средства к тому, чтобы сын твой не пал? Так как особенно ты знал, что он падет, то за это особенно ты и достоин наказания. Тому, кто наперед знал, это следовало не содействовать падению, а подать руку и оказать всевозможное усердие к тому, чтобы готовый упасть, стоял твердо, хотя бы он устоял, хотя бы нет. Мы должны исполнять все со своей стороны, хотя бы другие не получали от нас никакой пользы. Почему и для чего? Для того, чтобы отчет Бога потребовал уже не от нас, но от них. Это и сам он сказал в осуждении тому, который ничего не сделал со своим талантом. Посему надвижало тебе, говорит, отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Матфея 25, 27. Послушаем же того, кто внушает это, чтобы нам избегнуть наказания. Не можем мы обмануть вместе с людьми, и Бога, который испытывает сердца, все обнаруживает и везде возлагает на нас ответственность за спасение детей. Если такому наказанию подвергся не отдавшие серебра торжникам, то чему подвергнется тот, кто препятствует и другим желающим отдать его? Так, не только тогда, если дети погрузятся по нашему внушению в житейские дела, но и тогда, если мужественно устоят против нашего нападения и опять удалятся в горы. Одинаковое наказание постигнет тех, которые хотели воспрепятствовать им. Как привлекающий к любомудрию, убедит ли он или не убедит, получит полную награду, ибо он исполнил свое дело, так и желавший развратить, успеет ли сделать это или нет, потерпит одинаковое наказание. Потому что и он исполнил свое дело. Таким образом, если вы не успели побороть и искоренить благородные стремления детей, вы заодно покушение на это подвергнетесь тяжкому же наказанию. Какому? И отвлекшие их оттуда. Итак, рассудив о всем этом, я ставив всякие отговорки и постараемся быть отцами доблестных детей и строителями христовых храмов, попечителями небесных ротоборцев, намощая и возбуждая их и всячески содействовать их пользы, чтобы и нам быть соучастниками их венцов. Если же вы будете сопротивляться, то дети, если они доблестны и против вашей воли достигнут этого любомудрия и будут наслаждаться всеми благами, а с вами случится то, что вы навлечете на самих себя безмерное наказание и будете хвалить, сказано нами тогда, когда от этих похвал уже не будет вам никакой пользы. Аминь.